группа а решающий матч напоминаю что мы смотрим dreamhack last chance у микрофона кабе и играть будут лейзер и зест правым нижнем углу появляется польский протос у польский зерк красный цвет и корейский протос синего цвета уже тоже приехал и появился так сказать правом нижнем углу своей пробкой до пилона приехал заблочил натуралы и лейзер как следствие ставят хэтчери на третье локации выбирает базу треугольником но немножко конечно страшновато за и лейзера после того что мы увидели в матче против рога зеста самое интересное что лейзер это один из двух игроков на которых в общем-то рассчитывает скиллос для того чтобы пройти на и м ну попасть на и м давайте скажем то что он сам не то что проходит он так пассивно ожидает ему нужно чтобы или и лейзер или ламбо въехали в очки по рейтингу и это также все относятся к выступлению донора и гу то есть если хорошо выступать донора и гу то все это не будет иметь значение он получит квоту в корее и следовательно скиллос мимо но вот если донора и гу останется в группе на последнем четвертом месте то тогда либо и лейзер должен выйти в финал ну или может быть при каких-то редких раскладах ему там хватит типа четверть финала либо просто там вроде бы ламбо может войти в рейтинг и тогда тоже никита может попасть но в любом случае если лейзер выступит так круто как он выступил в стартовом сете и не так как он выступал в динарах и дойдет аж прям до финала то тогда все вопросы будут сразу сняты если выступит плохо дон рейгу но дон рейгу играет не сегодня так что они мы против него топить не будем а пока тут заст может в общем то выбить и лейзер из турнира и это окошко будет уже закрытым для никита начинает он свой сет с прокси стергейта на старте и по всей видимости это будет просто оракул но и потом я подозреваю что наверное все сгорят там вроде снова мигают странно эти штуки верхней части экрана на эти уберем я не знаю почему так происходит вообще не должно но не велика потеря чуть удобнее рассматриваю полоской но не страшно то действительно заказан прокси оракул но видимо тут будет чтоб тип 3 оракула ну дальше в midgame наземный наверно может быть это подстройка под карту берлинград не знаю причем первый оракул не полетел полетят сразу два и интересно что даже если плейзер заехал там в разведку как-то он бы не нашел строгие то ну не факт он пошел бы искать что-то еще типа ну там где-то твой лайк наверно нападу ладно пока он ставит роуч ворон на 3 58 сейчас к нему не вылетела грелка да соответственно предполагает что там наверно глава и в адепте самое резонное следующее сам резонный следующий вывод залетает два оракула на мэйн тут и лейзер шикарно готов он сразу же начинает атаковать газилку это уже второй мисклик сегодня последний раз он атаковал дронами нидус что лейзера прям дрожат руки ну понятно что нервы с ними ничего не поделать так хорошо все складывалось в начале ну и не то чтобы и лейзер если прям четко атаковал оракула точно спас бы много рабов на по крайней мере два оракула не продолжали были так может быть он потерял бы все те же 10 дронов на упор досу был бы один битый оракул и ситуация была бы конечно совсем другая ну вроде так дронов и лейзера все равно более-менее осталось за что вот какое продолжение строит грелки поставил прокси гейт лейзер бегает думает что нету третий база но это как бы и нет все правильно там же не база просто быстрый до вар но правда до вара там куча адептов и при этом главе нет сколько это сильная стратегия ну сейчас посмотрим на проблема в том что здесь-то как бы 21 зерлинг нужны роуч и есть роуч ворон но почему-то они вообще не заказываются не очень я понимаю логику и лейзера но он решил отбиваться чисто лингами ну тип поможет быть задумка в том что там же просто адепты без скорости ну конечно положение ну такси лейзер похоже редко встречается с такими билдами тут вообще бейлинг мест бы зашел откуда шли его возьмешь да удалось убить грелку адепты перепрыгивают на мэйн занимают ультимативную позиции линков совершенно не боятся их невозможно окружить погибает еще 12 дронов и лейзер причем все еще не в минусе по рабочим он сейчас отдаст третью хату зил этой адепты и и таки добьют а тут позиция никуда не делась да ой как больно сейчас будет правда подойдут королевы сразу станет менее больно пока там нету приоритетных целей адепта просто стоя сами автоатака есть распределяют свои выстрелы так что умирает максимум дронов но когда подходят какие-то цели дальше профокусить можно только самому и уже будет куча оверкилов и дроны будут умирать меньше медленно все 10 адептов там будут стрелять в одного они 5 пар адептов будут стрелять в разных и это довольно большая разница да но а чё теперь сделать ну единственное естественно что по-прежнему греет зергов скую душу что как бы там нет 3 базу удалось найти прокси и лейзер восстанавливает дронов что-то не там все хоть как-то что-то добывало честно говоря по моему засмок просто до варпать юнитов пойти не убить соперника но он видимо хочет пройти вперед в блинка в этом логика блинка плюс один у него будет директор конвульсивно дергают да я я не знаю что против такого выхода можно тут сделать ну вроде как против филдов технически есть конечно рэвиджера я думаю что не хватит забегания то лейзера там потонка батарейка стенка закрыта четко иллюзия колосса чтобы прям совсем зерк прочувствовал всю глубину своего ничтожества или своей ничтоженности правильно так сказать домой до варпы включая и вот эту стенку через которую линги не успевают пробежать реально мод матч выглядит так как будто на дворе какой-нибудь 2016 ладно погодите 2016 нип уже выигрывал кеспа кап ну ладно все остальные в принципе нет так что или какой-то более ранний год когда вот ну играет стандартный европейский топ против корейца ну и каким бы топовым не был топ мы понимаем что вы если возьмет одну карту будет сенсацию а в остальном корейский игрок делает что хочет и люди колоссов две призмы посылает играет там прокси старгейт грелку и никто ему ничего не может скаута в первом старкрафте там в показать потому что может как но давайте посмотрим если заст перри фестиваля может что лизер 4 придумывает тайминговый апгрейд плюс один на счет и да вот тут кстати правильно пишет не знаю может планируется масса архона или чтоб иллюзии тольщи жили кто знает и люди получают апгрейды на счет или я честно говоря не знаю я подозреваю что нет наверно хотя с другой стороны тогда их чем можно спалить по апгрейдам чардж почти готов при таком составе армии вообще не помешал либо глэй вы по моему они чардж ну наверное чарт что мешает наконец-то и лизер прорвался линга на боевого что-то попадают на самом деле и попадают во что-то опять королевы там правда стреляли они скорее всего выходили перехватывать призму застеряет так-то немало рабочих а здесь ревейджеры даже более-менее что-то поубивали да она остается все равно миллион блинг сталкеров а у зерга кончились войска ну окей может за смог и быстрее игру закончить он закончил так самое главное что победил счет становится 10 и возможно вторая сенсация лейзеру и не светит 2 сет справа вверху появляется за слева внизу лазер в этот раз странным образом заст поздно приехал и дал лазеру поставить хату на натурале сразу включается собака подозрева когда ему неспроста наверное у него есть какой-то коварный план уже хочется сразу ручь ворон пораньше посмотрим ну для начала там гейтфорджа я не знаю реально ли планирует заст потонить так поздно по крайней мере он играет гейтфорджу приезжает вниз или пилот 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 второй пилон вон оно как фотоник это значит на хардвай протосеки мотаем на свой протосечный уз пробка не закрыта на она наверно сейчас поставит потонку номер 2 а у меня вот вопрос эти потонки они разве дохаты достают наверно верхняя достает но наш не достроить а пробка сейчас заперта правда она может выехать через минерал ну очень классная задумка но вы поняли да почему не получилось потому что крип заблочил гейт это прям вообще на тоненького было он бы всех пробок там зажал и они бы убивали нижний пилон но правда с другой стороны а что такого линги уже есть они бы убили нижний пилон быстро на этот это остроумно конечно но и лейзер молодец видно что с фатон щеками встречается на европейском ландере и в целом понимает что с чем их едят а с чем линги едят да ни с чем просто едят пытается заст выкрутиться в прямом смысле получается линги без скорости не такие жесткие старкейт почти готов то есть поздно ставят nexus но у него очень ранние технологии может оказаться что это за решает час оракул я так понимаю будет быстро вроде не нужна сейчас ранняя грелка хотя вижен сбить тоже неплохо бы все-таки воидрей но соплай блок узнать вот это поворот до запрыгивают эти два адепта в минеральную линию долго искали возможности четыре дрона в итоге убивает с лейдера пока не очень по экономике там дальше после струги это твой light поздно закрывался прогноз я смотрю все залили на и лейзера посмотрим посмотрим отбился конечно хорошо но не то чтобы совсем бесплатно никогда нельзя забывать что там дроны катаются очень долго и зерлинги потом заказаны куча зерлингов которых зерк вообще не хочет он хочет дронов заказывать имеет четырех лингов там вплоть до 3 30 потом под заказать 12 лингов или даже может даже меньше ну короче что под адептов это подбить смотря какого уровня и потом опять дрон а и лейдер там сидел без экономики и в итоге его сейчас будут пушить 6 гитов гуи он правда ручь и воронто поставил посмотрим тут выход на третью фейковую и апгрейд на атаку фейковым тоже он к сожалению никого не обманывает потому что элайзер не разведывает ничего вообще никуда не бегает но сейчас у него линк ускорился соплай блок хотелось бы за 100 не попадать я думаю тут что у него прям беда с этим вот прибегает линги видят грейд на атаку делается в кибернетке видят 3 нефть конечно че-то палевно что тут нету пилона пары адептов но я думаю что ну короче я бы не заподозрил лейдер тем не менее заказывает 6 ручей на такое ощущение что он вообще-то идет просто пушить то есть он решил что за совсем охренел из такого опынинга ставить быструю 3 без юнитов он идет пушить а тут внезапно этот пуш перехватывают адепта но правда они улетают вперед игрелка была потеряна тут уже выходит роучер но от нечего делать застрелял по одному роучер но прыгать наверх он не станет такие они уже пошли заказы пробок такая собственно опасность пуш это никто не отменял там здесь можно попытаться подержать зерга дома этими тенями там пошел товар по дептов ну ясное дело домой роботикс это нет так что призму не завезли чат надо на третью подтягиваться тут очень поздний пилон то есть нет батарейки до нового и в адептов все равно не так-то легко линга миссии есть и лейдер заворачивает ревенджеров из своих тараканов сколько было газа идет вперед что-то заст как-то вроде держал ценями адептов дома но по моему выпустил ситуацию под контролем у него в итоге все адепты в контратаке он типа видимо думает а ну ничего я сейчас отдам третью но фишка в том что у него никто не будет забирать третий лейзер идет его просто убивать другой вопрос что тут вот реально ты видишь как тебе идут роучер ревенджеры грелку видимо он не заказывает там куча королев ну посмотрим ладно прыгают адепты на натурал тут есть юниты боевые говорят еще какие ну конечно боевой лимитой лейзера достойный прыгают адепты на мэйн экономики лейзер уже не так много как было за 100 заказано еще четыре пита он будет тянуть время на форсфилдах у него все еще есть третий нексус потому что лейзер пошел убивать натурал адепты прыгают на натурал к зергу не дают этому добывать прежнему адепты разменивают очень даже прилично звезд уходит на прокси теми рабочими которых спас и лейзер такой думает окей ломиться на хайграунд долго и уныло пойду убивать третью это логично целом но наверное надо было ломиться на мы хотя с другой стороны сколько бы он за это отдал не знаю потому что корзив байлы не так быстро падают ой лейзер находит прокси довольно сильно все меняет мне кажется да вот теперь можно так отжимать юнитов но просто на мэйне это стоило бы в два раза дешевле по энергии потому что рампа узкая из рампа широкая и приходится вот столько филдов давать за 100 он дает еще один тут батарейка есть тут есть до варпы тут естественно я уж думаю ему в итоге зас так и не дает и варчат ну а тогда ничего не сделать отключаются гейты gg пишет заст были у него идеи как теоретически можно вытащить эту игру после за фотона но и лейзер просто не стал давать вообще нисколько времени правильно сделал счет становится 113 решающий сет карт blackburn в левом нижнем углу появляется и лейзер заст приехал блочить ему базу на кажется на blackburn не всегда это делают и лейзер не золото стал ставить он ставит обычную хатчери на 3 по вертикали в линию сам застан вроде в этот раз без фарджи у него просто гейт один раз попробовал заст понял видимо что фотончик из него такси лет на самом деле от карты завести там там заготовка была конкретно под карту что там так интересно пилоны встают и вот эта фишечка с гейтом что дроны дольше будут не добывать там ведь гейт потом отменить можно если они поедут все пинать пилон внизу и в принципе ты особо ничего не вкладываешь залетает оверлорд не лейзер сможет убедиться что в этот раз тут стандарт готов пул заказана за 101 адепт и дальше старгейт во всех играх пвз сегодня заст играет через старгейт получается даже в игре с фарджой был старгейт и была одна грелка но еще пару раз отдавал он пробку но в этот раз может быть ей и повезет вернуться там ее адепт прикрыл бы в какой-то момент лейзер решил не бежать еще дальше заказанной дрейн у лейзера пока третья хата строится на натурале а заст вышел так посмотреть что там по лингам тени при этом бросаются назад стенка из гейтов оракул после ойдра пока заст играет полный стандарт лейзер пока не понятно что играет он просто строит трон гадилки пошли у протаса на натурале тут ровно приезжает с третьей базы не феерично залетел оракул многовато урона получил до начала харасса собственно поэтому итоге удается забрать только двух тронов 2 старгейт возвращается к отработанным стратегиям впрочем против лейзера то он и не играл по сути отработанную такую стратегию там играл какую-то дичь поставлено фарджа ждем роботикс лейзера такой не особо ранний руч ворон но в принципе а зачем он же уже видел вайдре я то есть он понимает что там твайлайт в лучшем случае может быть после старгейта то есть это уже попозже а вот это поворот интерес все таки за 100 не хочется играть одно и то же предсказуемое и он заказывает фениксов этот раз самое интересное лейзер по он вообще не тот зерк который строит муту например не то чтобы был смысл как-то знаете загодя контрите и феникс хорошо подми кривой ты лейзер отводят королеву спасает ее два раза в итоге уже две грелки на желтых хп но прилетает феникс и поднимают удается разобрать фару королев да и в это время как выясняется был главный удар в спину ножом в ловушку попалась минеральная линия лейзера правда он тут не то что позади по добыче оказался из-за этого ну по крайней мере впереди тоже не находятся позади вот оптимальна тем временем я хочу обратить ваше внимание на табличку производства потому что как-то так вроде смотрим ну летают войдрей летают фениксы дача то там поднимают какую-то убили аж целую королеву за 150 на ногу круто а там так-то 10 гейтов добавляется я подозреваю что там наверно будет сумме 12 до получается подозреваю что 2 плюс 10 будет 12 есть у меня такое подозрение дальше charge архивы и видимо все это вместе с каким-то жесточайшим пушам зила архонами сейчас прилетит к зерку тут еще одна ловушка и лейзер реагирует в этот раз но когда никакого экшена нет чуть проще среагировать говорят играл за стата против рейнера в групповой стадии и я моя конечно аплодирую вашей памяти но и им был почти год назад и я не знаю сколько вы с тех пор смотрели игр я смотрел штук наверное 500 вот поэтому ну подзабыл такая в итоге интересный поворот и лейзер выходит в караптеров чтобы типа законтрить воздух а тут к нему приходит жесточайшие зила архоновой очень прикольно единственно что конечно караптер и законтрит воздух и убьют призму что есть то есть но так ли устанут зилы то бежать с мэй на их отчетных горели не знаю мне кажется им вообще не в напряг просто f2 и они уже тут как тут все газилки на пути сломлены ну да и лейзер делает то что ему остается делать как у него какие варианты он летит забирать nexus на моем он-то даже по-моему летит одновременно забирать nexus на натурал это возможно не так и плохо но как ему в принципе выжить это вот мне не особо понятно stalker и пришли кстати похоже что они спасли nexus на натурале вот эти только на мои nexus потерян по воздуху и лейзер победил жаль что победа не по воздуху присуждается до это типа 21 но по воздуху 22 так можно было бы сказать играем до сайта что джи джи приходится написать и лейзеру заст сыграл по-корейски оказался хитрей подготовил заготовки и лейзер так пытался играть реактивно но жест очень хитрый человек его авторство вообще приписывают очень много билдов протусов ских так это или нет мы не можем знать или проверить но здесь он подошел по-настоящему креативно и увы после шикарнейшего старта этой группы и лейзер все-таки из нее не выходит остается на третьем месте и тайм вместе с зестом оставляя двух зергов за бортом проходит следующий тур может быть это не так и плохо потому что зергов скорее всего у нас в плей-офф все равно будет достаточно много ну а терраны протасы небось пригодятся завтра нас с вами ждет группа б в группе б будут играть мару рейнар хиру марин и рагнарог будет у нас группа без протасов соответственно в среду в среду в пять часов по московскому времени жду вас на twitch.tv slash kabirage ну и записи трансляции на ютубе как всегда на дремхаке будут появляться задержкой в сутки на сегодня у меня всем спасибо большое всем кто смотрел до новых встреч в эфире пока